Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как мы любим дома делать пасту с соусом Розе. Итак, нам понадобится паста. Я пользуюсь пастой фирмы Борилла, паста, которая называется Пенна, она такая длинная трубочка. Варим пасту самым макновенным образом. Макароны на самом деле, паста это макароны. А поскольку это паста из цельного зерна, то варить ее нужно долго, минут 10. Нам понадобятся помидорки, где-то 5 таких спелых хороших помидоров. Нам понадобится 1 репчатый лук, средний такой примерно. Понадобится или 2 зубчика чеснока, или просто сушеный чеснок. Я люблю более сушеный чеснок. Нам понадобится петрушка. У меня сушеная петрушка натуральная. Также нам понадобится укроп. У меня также сушеный укроп. И понадобится соль, перец по вкусу. И также нам понадобится паприка. У меня это паприка копченая. Также нам понадобятся сливки, которые мы заправим потом наш весь соус. Можно пользоваться сметаной, но я предпочитаю сливки для варки. И также нам понадобится любой твердый сыр. У меня это сыр пармежано. Вы можете пользоваться, чем вам хочется. Итак, мы моем наши помидорки. Хорошо-хорошо их промываем от всей грязи. И нарезаем крестиками на попках, для того, чтобы сейчас мы будем ошпаривать все это кипятком, для того, чтобы снять кожуру, чтобы кожура у нас просто снималась очень хорошо. Ошпариваем это очень-очень-очень сильным кипятком. Пятую помидорку я потом ошпарила отдельно. Снимаем кожурку, видите, как она легко снимается. И нарезаем все помидорки просто обыкновенными кубиками, самыми простыми. Теперь берем лук, чистим. Обязательно нужно помыть лук от всей грязи. Вы видели, что до этого был грязный. И нарезаем его маленькими кубиками, примерно как горошинки. То есть маленькими кубиками. Берем сковородку, наливаем масло, оливковое масло. Высыпаем наш лук на сковородку. И также добавляем чеснок, как я вам говорила, 2 зубчика чеснока, можно даже 3. В общем, на ваш взгляд, как вам нравится, как вам много чеснока нравится. И все это обжариваем. Так, тут у нас будут тонкости. Обжариваем это примерно минуту или полторы минуты. Потом мы это все обильно посыпаем крупной солью. И для того, чтобы соль обволокла наш лук и наш чеснок, и для того, чтобы в соусе он потом чувствовался и был таким свеже-хрустящим. Мне очень важно, чтобы лук оставался более или менее живым. Мой голос куда-то пропадает. Как вы видите, я, в общем, посолила хорошо. И все это тщательно-тщательно мешаю. Теперь я добавляю наши помидоры. И, в принципе, тушу помидоры на сковородке самым обыкновенным образом минут 10, пока наши помидорки не становятся мягкими, в них не выходит весь сок. Просто, в общем, самым обыкновенным образом на среднем огне тушу их минут 10. Помидоры очень быстро готовятся. Здесь я уже добавляю одну ложечку паприки, не больше. Паприка очень доминантная, поэтому только одну ложечку. И все это дело очень-очень хорошо нужно перемешать, чтобы паприка распределилась правильно. И я беру вот эту штуку, которую мы делаем в пире. Можно, знаете, брать ручной миксер, но мне намного проще этой штукой. И просто из этого всего соуса, когда уже помидорки готовы и уже они такие все мягенькие, хорошо-хорошо толчу это все для того, чтобы была однородная масса. Я также люблю делать этой штукой, потому что с ней еще помидорки чувствуются маленькие кусочки. Тут я добавляю свои сушеные приправы, укроп, петрушку, соль и перец мы добавим в самом конце. Сейчас я добавляю сливки для варки, жарки. Тут 200 мл. В Израиле они везде продаются, поэтому сметану я не использую в соусах, как это делают, например, с грибным соусом. Все хорошо перемешиваю. Я всегда еще выбираю самые менее жирные сливки. Они самые, по-моему, менее, это 9 или 10% в разных фильмах по-разному. Все перемешиваем. Здесь я сейчас добавлю немножко чепотку сахара для того, чтобы подсластить кислоту помидоров. Это тоже на ваш вкус. Натираем сыр, какой хотите. Я пользуюсь пармежаном, вы выбираете, какой вам по вкусу. И выкладываем все на нашу тарелочку. Пасту сверху мы все поливаем. Это нашим вкусным соусом. Я люблю много-много-много-много соуса. Тут я еще его положила мало. И все, конечно же, посыпаем тоже много-много-много сыром. И вуаля! Наша порция готова. Всем приятного аппетита и увидимся очень скоро. Пока! Всем привет и добро пожаловать в лето. Лето официально не стало на носу. Июнь, это значит солнышко, море, легкая одежда. И все, кто из вас знает, что я не знаю.